С чего начинается выезд аварийно-профилактической группы Тамбовского ОРТПЦ на объект? Как и в любом деле, с постановки задачи. Через специально автоматизированную систему действия контролируются по всей стране. После чего бригада получает короткий инструктаж и собирается в путь. Это запасные блоки для передатчиков. Так как они выезжают сейчас на плановое обслуживание с остановкой вещания, поэтому они с собой сейчас возьмут некоторые блоки, которые необходимо будет заменить, если параметры тех блоков, которые установлены там, не соответствуют нормам. Ужасное, знакомое всем телезрителям слово «профилактика» как раз и есть обслуживание с остановкой вещания. Проводится оно раз в квартал, а планируется аж за год. Тут все строго. Есть еще и без остановки, которые происходят раз в месяц на каждом объекте, а их, к слову, под ответственностью цеха Тамбов больше 30 по всей области. То есть, так или иначе, ездить по вышкам и передающим станциям региона приходится каждый день. Магия телевидения в действии. Секунды назад мы были в Тамбове, а сейчас находимся на самой окраине области Волгасово-Маршанского района. При этом на дорогу у нас ушло не меньше двух часов. Приехали мы сюда ради вот этой высокой красавицы. Наверное, она даже в кадр полностью не помещается. Благодаря ей и многим другим таким вы сейчас имеете возможность смотреть этот сюжет на своих телеэкранах. Здесь сигнал обеспечивают два двухкиловаттных передатчика, которые охватывают зону в 60-70 километров вокруг себя. В первую очередь отключают их и уже после этого приступают к осмотру антеннно-мачтового сооружения, или, проще говоря, вышки. И тут безопасность превыше всего. Без экипировки нельзя. Сзади у нас страховочный пояс прикреплен. Им тоже прикрепляемся, чтобы в избежении погибли. А инструменты какие-то с собой они? А вот обязательно. Сейчас вот за них. Да и вообще технике безопасности уделяется повышенное внимание. Погода может быть капризной и мешать подъему, а высота здесь, мягко говоря, внушительная. Пока наверху идет осмотр, внизу в контейнерах работа тоже кипит. Один из блоков передатчика. Мы его чистим, проверяем способность вентиляторов, все соединения. Ну и на предмет неисправности. Это что-то проводится для того, чтобы выявить остатки дефекта, чтобы обеспечить гластошую работоспособность передачи в дальнейшем. А ведь помимо блоков, техники, требующие внимания, здесь хватает. Причем как внутри, так и снаружи. Это и источники бесперебойного питания, и дизельный генератор, и климатическое оборудование, и охранно-пожарная система. И все нужно проверить, почистить и при необходимости что-то заменить. А когда все готово, остается снова собрать и запустить передатчик. По окончании всех плановых работ, то есть чистки блоков, все остальное, мы производим измерение качественных показателей передатчиков на соответствие утвержденных нормативам. Для этого у нас имеется связиный прибор, телевизионный анализатор, на котором мы подаем сигнал с передатчика, и, соответственно, смотрим его параметры. Если же параметр отклоняется, то еще выполняется подстройка передач. В целом для работы требуется не меньше 4 часов и 3-5 специалистов. И все ради того, чтобы зрители могли наслаждаться любимыми программами. Дмитрий Сергеев, Станислав Попов, Ольга Кириллова. Область новостей.